...технология, имеющая отношение к мотоциклам. Возьмем, например, шлем двухлетней давности. Его подкладка выполнена из вспененного материала, чье назначение — гасить энергию. Она не очень толстая, но очень эластичная и отлично гасит удар. Если взять шлем, сделанный по новейшей технологии, его внутренности еще лучше. Он обладает еще большей прочностью и способностью сминаться и рассеивать энергию. В спорте, неразрывно связанном с риском, зоны смертия — инновация, способная сохранить жизнь гонщикам в родине Элла Маккензи, неожиданно попавшего в катастрофу. Я определенно не хотел бы попасть в такой инцидент без средств защиты. Мне пришлось бы очень туго. Знаете, я часто думаю, что все могло бы кончиться совсем не очень, и я не сидел бы сейчас здесь. Мне повезло. Просто не верится, как мне повезло. В гонке, где победителей убежденного разделяют миллисекунды, лучшие гонщики экономят время на каждом маневре. Но никакое искусство не гарантирует от катастрофы. Айрон Йеттс убедился в этом на собственной шкуре, попав в инцидент, едва не стоивший ему жизни. Машина взбунтовалась, меня подбросило в воздух, как мячик. Хорошо это помню. Впервые я видел, чтобы кого-то подбросило в воздух так высоко. Впечатляющая была картина. Июль 2001-го. Мир супербайка собрался на мега-турнир на Калифорнийском кольце Лагуна Сека. Ветеран-погонок Айрон Йеттс выступает за элитную команду Сузуки. В прошлом году Йеттс поднялся на третье место в общем зачете в Соединенных Штатах. Нынче на глазах у всего мира он намерен занять высшее место на Пенегистале. Каждый хочет добиться успеха. И он напряженно готовился, чтобы победить в гонках. Машина Йеттса – сгусток энергии. Сузуки JSXR 1000. Ее мотор с водяным охлаждением обладает внушительной мощью при компактных размерах. Она подходит для моего стилю вождения. С ее появлением для меня многое изменилось. Я получал огромное удовольствие от езды. Лагуна Сека известна своими изматывающими 11-ю поворотами, включая очень сложный двойной, известный под названием «Штопор». Лагуна благосклонна к дерзким пилотам. Там много слепых ворожей. Пилот должен знать, где окажется его мотоцикл после выхода из поворота. Потому что он не видит, что ждет его за склоном холма. Есть пара мест, где тормоза используются на всю катушку. Невозможно понять, насколько это крутая трасса, пока не встанешь на нее. И не увидишь собственными глазами. С сценами старта Едс на пике формы агрессивно пробивает себе дорогу в голову группы. Через несколько кругов он становится лидером. Я слегка оторвался от соперников и продолжал гнуть вперед, надеясь подальше уйти от преследователей, чтобы чувствовать себя более комфортно. Входя в сложный одиннадцатый поворот на скорости 300 км в час, Аэрон Йеттс внезапно теряет машину. Вылетает высоко в воздух и обрушивается на асфальт. Шокированные зрители сдержали дыхание, надеясь, что Едс сможет прийти в себя. В следующий момент на недесятом повороте в лагоне все произошло слишком быстро. Я не успел отреагировать. Меня катаплютировало с мотоцикла. Я ударился об асфальт. Знаете, это не слишком весело. Мы лидировали в гонке, но в один момент все было кончено. Я сломал руку как раз в районе щитка. Мы победили в рейс, но это закончилось довольно быстро. Я закончил с болезнью в моем руке. Стоит в конце плана, который я там был. Что пошло не так? Почему Едс, опытнейший гонщик, потерял мотоцикл? По иронии судьбы, причиной аварии стало торможение. Чтобы пройти поворот, плоты сбрасывают скорость, дали сохранить равновесие и пройти в рейс в плотную кабачку. Это требует навыка. Сначала ты резко тормозишь, потом быстро поворачиваешь мотоцикл, немедленно даешь полный газ и резко набираешь скорость. На трассе есть очень крутые повороты, а есть плавные с красными. Часто приходится идти на компромисс. Необходимо найти баланс, решить, где тормозить, а где сохранять стабильность, проходить повороты на большой скорости. Кроме того, нужно многое подстроить и опробовать. Айрон Йеттс – один из многих профессионалов, вылетевших с мотоцикла на торможение. На этих сложных трассах у гонщика есть какие-то миллисекунды, чтобы сбросить скорость в 300 км в час до полутора сотен. Это как в автомобиле. Снимаете ногу с газа, переключаетесь на пониженную передачу и тормозите сцепление. Задние колеса блокируются в результате замедленного вращения двигателя и машину заносит. Поскольку мотоцикл прикреплен к колесу, естественно, он следует за ним. В чем же ошибка Арм Йеттса? Чтобы найти ее, мы сначала познакомимся с тем, как выполняется маневр под названием торможение двигателя. Чтобы сохранить обычные тормоза от измюса, гонщики часто тормозят сцеплением. Вот как это делается. Сцепление соединяет двигатель с задним колесом, помогая им вращаться синхронно. Когда гонщик перед поворотом переключается на передачу ниже, в какой-то момент двигатель вращается медленнее, чем колесо. Вместо того, чтобы сжать на тормоз, пилот позволяет сцеплению передать энергию колеса двигателю. Тот подглачает энергию, по существу выполняя роль тормоза. Драмотно выполненное торможение двигателя – мастерский маневр. Но примененный не вовремя, он может привести к неприятностям. Малейшая неточность, особенно на гоночном мотоцикле, может привести к блокировке колеса. Мотоцикл занесет, и вы не сможете его контролировать. Вот как торможение двигателя может превратиться из союзников-предателя. Как только пилот переключился на пониженную передачу, он попадает в сложную ситуацию. Если колесо передаст двигателю слишком много энергии, мотоцикл может затормозить слишком резко. Колесо заблокируется, и двигатель выйдет из строя. Крутящий момент переводится на двигатель. В тот раз я погречился и вылетел из седла. Как инженеры справились с опасностью на торможении двигателя? Они разработали конструкцию, мешающую быстро вращающемуся колесу передавать слишком много энергии двигателю. Их решение — проскальзывающее сцепление. Благодаря тому, что сцепление работает только в одном направлении, двигатель может передавать энергию заднему колесу, но не наоборот. В этом случае колесо, как бы быстро оно не вращалось, не может повлиять на двигатель. С проскальзывающим сцеплением сила торможения двигателя смущает пластины сцепления. По существу она делает то, что обычно было бы задачей пилота. Таким образом, сила торможения двигателя больше не передается на заднее колесо. Ставшая стандартной для гоночных мотоциклов, эта яркая инновация могла избежать бесчисленных катастроф и спасла многие жизни. Это одна из тех вещей, которые подняли безопасность на новый уровень и на гоночных трассах, и на улицах. Удивительно, но Сузуки Айн Йитса было оснащено скользящим сцеплением. Но его склонность тормозить двигателем и решение затянуть его перед гонкой могли предопределить катастрофу. Раскальзывающее сцепление подстраивается множеством способов. Можно его поджать, ослабить, чтобы оно проскальзывало больше или наоборот меньше. На улицах обычно пользуются передним тормозом, но я торможу сцеплением. Это позволяет лучше войти в поворот, помогает подготовиться к повороту и из него выйти. Это мой излюбленный способ. Гонщики вроде Аарона вероятно проявляют здесь самостоятельность. И в данном случае им, возможно, следовало выбрать другую стратегию. Если бы сцепление было отрегулировано в послабже, ситуация развивалась бы менее драматично. Ясно одно. В безудержной гонке к финишу любая инновация может означать разницу между победой и поражением, жизнью и смертью. Такие технологии, как проскальзывающее сцепление, могут спасти гонщиков вроде Ароньец от ошибок при торможении и гораздо более опасных падений. Гонки двигают технологии. В этом природа прогресса. А для нас все дело в секундномере. Как сделать, чтобы мы могли ехать быстрее? Как нам обогнать того парня? Как нам превзойти свои прошлогодние результаты? Это наш главный мотив. Но если по существу, меня завораживают гонки. Мне нравится агрессивная езда. Вот почему я этим занимаюсь. Я не представляю тебя нигде, кроме трека. Талантливые пилоты, спорящие с законами физики. Насокотехнологичные мотоциклы, раздвигающие технические границы. На самых сложных в мире гоночных трассах жажда скорости борется с необходимостью выжить. До тех пор, пока эти профессионалы горят желанием победить, они будут испытывать на прочность науку безопасности в седле. Самых быстрых мотоциклов на Земле.